ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Сейчас 12 дня, и мы учимся. Начинаем наш квест. Это первый листок, который мне нужно выучить. Вот еще второй. И еще таких листов будет три где-то. Пока что подготовила только два. Учимся за прим. К нам заходили гости, и знаете, что нам подарили? Та-дам-дам! Это чашка с Коста-Рики. Нам Филиппа подарили. А он еще полкилора... Нет, 250 грамм кофе еще подарили. С Коста-Рики. Но мы уже здесь его не будем открывать, а откроем его дома в Украине и сварим. И попробуем. Сейчас 5 часов, а мы все еще учимся. Мы делали перерывы на еду, делали перерывы на кофе. И все. Больше не делали перерывы. Я чувствую, так пройдет сегодняшний месяц каждый день. Но вообще нам нужно по-любому сходить в Ашан. Мы хотим поехать продуктов купить. Все, что у нас закончились продукты, ничего есть. А еще нам нужно взять с собой в самолет в пятницу. Чего-то покушать. Поэтому нам по-любому нужно выбраться сегодня в магазин. Иначе мы умрем. Еще расскажу вам немножко о системе оценивания в Испании. Здесь есть поточные оценки в течение семестра. И есть конечная оценка, которая выставляется. И эта конечная состоит из этих поточных. Но у каждой оценки свой процент. То есть, например, экзамены часто занимают 60% от оценки. Там лабораторные работы обычно 10%. И еще там может 20 какой-то мини-проект или мини-задание. В общем, что угодно. На разных предметах по-разному. И вообще, нужно заметить, что вот те оценки, которые у нас сейчас есть, это действительно заслуженные оценки. Это правда те оценки, на которые мы знаем материал. И это не может не радовать, потому что... Ну, это справедливо. Но не выучил это, значит все. Плохая оценка. Если выучил, у тебя обязательно будет хорошая оценка. Можно сказать, что в Испании система образования хорошая. Нам нравится учиться. Все, мы вышли с нашего замка. Ура! Мы целый день учились. Блин, и вообще голова не работает. Мы вышли на остановку и сели на другой автобус. На автобус номер 5. Да, мы никогда на него не судились. Мы всегда знали, что он не идет на остановку. Кстати, мы в Ашане очень пристежем. Мы сели на автобус, который мы знали наверняка, что он туда не идет. Мы так на автомате серии. Сидим-сидим. Остановку и такие... И проехали вторую остановку. И вторую проехали остановку, да. Позднее зажигание сработало. Мы вышли. Сейчас ждем уже другой автобус. Развернуться нельзя. Да. Готовиться к экзаменам очень опасно. Ты просто выходишь на улицу и идешь просто как зомби. Ничего не понимаешь, что происходит. Все, мы в Ашане. Я, кстати, плачу. Мне так связаться глаза просто капец. Потому что ты дома целый день приводишь? Или жал? Ну так вот, сейчас разговариваешь. В общем, нельзя лежать на кровати. Смотрите, что я взял. Я хочу, наверное, дома. Катя, как обычно, выбирает сладости по три часа. Это очень сложно для нее. Это сложнее, чем даже к экзаменам готовиться, наверное. Правда? Да. Казалось бы, вот кроасами. Что там может быть такого плохого? Вы посмотрите просто на состав. Что туда можно так напичкать такого ужасного? Ну, чтобы не месяц, где они сохнут. Офигеть. Катя говорит, что в тех бисквитах, которые я взял, так же ешек. В те расстроенные еду. Но все равно хочу взять. В общем, мы определились, взяли. Мы еще взяли хлопья себе на завтрак. Кстати, здесь они называются Сериалоси. А вот такой вид хлопьев называется Кранч. Кранч. Вот вам обзор по хлопьям. Вообще, нам сейчас очень сложно что-либо покупать. Потому что мы послезавтра уже улетаем утром. А продуктов вот сейчас вот просто нет. И вот нужно найти, что такое вот объемальное, чего не будет много, чтобы оно не осталось. И будет сытно и вкусно, что мы хотим и что мы любим. Это очень сложная задача, поэтому мы набираем сладкое. Сладкое никогда не пропадает. Еще мы взяли хаман. Ого! Я даже не видел, что лежал такой большой. Да, это на распродаже был, но это классно. Так, давай. Мы взяли колбасу. И мы взяли три котлеты на бутеры. Купили сыр. Мы хотим второго сделать салатом, сыром, свиномродом и с курицей. Бели курицу. Мы взяли венаградный салат. Один томат и одна луковичка. По минимуму. Мы хотели купить Торон домой, а его уже здесь нет. Мы спросили у работников, и нам сказали, что уже не осталось ничего. Еще было, его просто купили после Нового года, и все, больше нет. Мне кажется, что они просто на Новый год и едят, на Рождество. Не знаю. Ну, он сюда и здесь есть, в любом случае лежит. Но сейчас нету после Нового года. Сейчас я забыл. Что-то нам сегодня не везет транспортом, потому что мы опять неправильно посмотрели расписание автобуса. И теперь идем пешком наверх. Потому что он должен через 10 минут аж приехать. А у нас сейчас на улице плюс 2. Стоять и ждать его очень холодно. Катя окопалась. Как оно вообще-то кайф? Не очень? Очень тяжело все идет, я не знаю. Очень холодно. Уже успели 2 часа поучиться. Стали немножко увереннее в себе. В принципе, мы готовы к завтрашнему экзамену. Я думаю, все будет хорошо. И мы спокойно, с чистой душой едем домой. Всем хорошего дня. Всем до завтра, у кого экзамены. Всем хорошо сдачи. Тут, наверное, только мы вдоль. В принципе, зима и сессия бывают. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok